всем привет сегодня у нас очередное видео и на этот раз мы поговорим про связанные типы или associated type точно так же как в классах структурах и перечислениях используются шаблоны или дженерики которые мы проходили на прошлом уроке также в протоколах вы тоже можете реализовать возможность не привязываться к конкретному типу вот эта возможность и называется связанным типом или associated type как я уже говорил и для того чтобы сильно не вдаваться в теорию давайте сразу перейдем к примеру допустим вам нужно написать требования для вашего сервиса который будет обрабатывать заявки от клиентов то есть прошлом видео мы писали сам обработчик а сейчас мы будем писать для него требования то есть требования у нас реализованы через протоколы это будет q-протокол то есть у нас будет какая-то очередь там вот и так же как и generic связанный тип представляет для себя placeholder типа ну то есть какой-то его заменитель и пишется следующим образом associated type и тут мы указываем тип ну не тип точнее а его заменитель и теперь ниже напишем требования у нас будет очередь сама это будет массив наших task причем непонятно что это будут за таски до тех пор пока мы не начнем с ними работать значит пусть у нее будет функция addm вот этим func addm который будет добавлять какую-то задачу и вот этим func get task который будет брать верхнюю задачу из нашего массива и возвращать task какой-то если он есть ну вот собственно вот здесь associated type у нас указывает placeholder вместо того чтобы указать здесь конкретный тип например int или string или какой-то ваш кастомный тип но суть в том что какой бы он здесь не был он будет всегда одинаковые для всех наших требований так теперь реализуем собственно сам сервис и подпишем опыт протокол для начала нам необходимо указать алиас типа у нас добавится сначала здесь можно указать какой-нибудь тип ну например давайте пусть у нас будет стрим и далее так у нас еще не определилась и сейчас когда у нас уже есть type alias мы можем добавить уже наши методы собственно говоря компилятор сам нам помог и подставил тот тип который будет использоваться в методах и в методах нашей структуры вот то есть q add и get task автоматически присвоилась стрим давайте реализуем это и здесь если q так q у нас не пустой в данном случае если он пустой то вернем нил а если не пустой то и кстати говоря даже если убрать вот этот вот type alias то с помощью способности компилятора выводить типы ошибки все равно не будет вот собственно код выполнился и ошибок у нас нету как вы видите но это был конкретный пример с конкретным типом очереди типа стрим но также как бы смысл то в чем нам нужно сделать нашу какую-то универсальную очередь собственно давай прям скопируем и попробуем сделать через дженерик как я уже говорил ранее как я уже говорил ранее у нас работаю с каким-то типом так закомментирую а ну давай назовем ее универсал кью универсал кью и везде будем использовать тип т вот и по сути все то же самое но только теперь она универсальная в итоге у нас есть универсальный протокол и универсальная очередь завязываться на конкретный тип можно будет только в момент создания нашей очереди для обработки каких-то заявок ну можно попробовать создать так универсал кью указываем ей конкретный тип например int какой-то пусть нам будут храниться идентификаторы заявок так не понял универсал кью инт давай сначала делаем так чтобы у нас был массив проинициализирован и теперь можно какой-нибудь таску заносить например с каким-нибудь идентификатором ну и соответственно какой-нибудь специалист возьмет ее в работу и у нас все получилось можно будет заменить тип стрин на int ну и так далее это все рассматривалось подробно в уроке про дженерики вот собственно это было вот такое небольшое видео посвященное ассоциативным типам или связанным типам и на мой взгляд это все что необходимо для того чтобы начать работать и дальше уже пора будет вникать уже в xcode это был playground и изучать элементы и уже пробовать писать какие-то собственные приложения спасибо всем кто досмотрел этот курс до конца особенно если вы смотрели его с самого начала и всем удачи пока пока